Древний Египет – одна из самых загадочных цивилизаций в истории человечества. Она оставила после себя неоспоримые доказательства развитой инфраструктуры и технологий, значительно опередивших свое время. Сегодня ученые до сих пор восхищаются достижениями Древнего Египта, а многие из них никак не могут понять, как этой культуре целых несколько тысяч лет тому назад удалось создать сложнейшие строения и механизмы с помощью бывших в их расположении простейших инструментов. Современная наука до сих пор не в состоянии объяснить некоторые египетские достижения, включая строительство знаменитых пирамид. Прогресс египтян был настолько удивительным, что некоторые исследователи даже начали подозревать, что этот древний народ руководствовался знаниями и технологиями, полученными ими в дар от внеземной цивилизации. Это объяснило бы очень многое. Возможно, самые прямые физические доказательства инопланетного влияния на жизнь Древнего Египта и были сокрыты от общественности. Однако нам все еще известны некоторые признаки, указывающие на то, что инопланетяне внесли свой вклад в развитие египетского государства. Это всего лишь теории, но, как говорится в поговорке, дыма без огня не бывает. Поехали! Пирамиды Стоит начать с очевидного и постепенно переходить к более неизвестным фактам. Как древние египтяне сумели построить пирамиды, причем в таком количестве? Для строительства подобных гробниц фараонов требовалось миллионы блоков камня, каждый из которых весил тонны. По словам специалиста Ричарда Кослоу, один камень могли поднимать только 10 человек. Больше бы просто не поместилось из-за размеров блока. Но при этом каждому пришлось бы поднять 400 килограммов. Это практически невозможно. Вторым вопросом является то, как египтяне добились подобной удивительной точности при постройке пирамид. Блоки были вырезаны так точно, что создается впечатление, что для этого использовались компьютеры и специальные машины. Несмотря на многочисленные теории, до сих пор непонятно, как египтяне смогли сложить камни, каждый из которых весил в среднем 2 тонны, в такую огромную горку без использования колеса. Оно было изобретено позже. Электричество. Древние египтяне оставили после себя множество надписей и иероглифов, обладающих величайшей исторической и художественной ценностью. Но не это самое интересное в старинных текстах этой культуры. Существуют рисунки, которые до сих пор вызывают восторг и недоумение у исследователей и любителей истории Древнего Египта. Например, археологи обнаружили иероглифы, описывающие, как египтяне пользовались электричеством. На этих изображениях люди держат в руках нечто напоминающее электрические лампы. Находка всполошила научный мир и вызвала целый ряд вопросов. Если эти иероглифы действительно символизируют электрические лампы, то как именно древние египтяне открыли и обуздали электричество? Обнаруженные артефакты могут пролить свет на существование научных и технологических возможностей, несовместимых с уровнем развития народов тех времен. Значит ли это, что древние египтяне получили знания об электричестве от внеземной цивилизации? Праведческие иероглифы Если вам кажется, что электрические лампочки – это самые удивительные предметы, которые когда-либо рисовали древние египтяне, вы ошибаетесь. Существуют иероглифы, на которых предположительно изображены куда как более продвинутые технологии. Археологи обнаружили древние египетские символы, которые очень сильно напоминают схематическое изображение вертолета или самолета. Скандальный иероглиф вызвал еще больше вопросов об уровне технического развития древних народов. Откуда в Египте тех лет было известно о летающих механизмах? Были ли это рисунки уже существа ваших технологий, фантазии египтян или их размышления о будущих веках? Конечно, существует вероятность ошибочной интерпретации этих надписей, но она довольно мала, учитывая, как точно на них изображен вертолет. Этот артефакт – явное свидетельство знакомства египтян с более развитым видом жизни. Инопланетяне на древних монетах Среди всех прочих свидетельств в пользу контакта древних египтян с внеземной цивилизацией этот пункт, наверное, будет самым неубедительным, но мы все же поделимся и им. Во время ремонта ветхого дома одна египетская семья обнаружила старинные монеты со странными портретами, один из которых напоминает бюст инопланетянина. В коллекции также есть монета со странной чеканкой, загадочное изображение на находке очень похоже на космический корабль. Скептики считают, что страстные поклонники теории об инопланетянах и правительством заговоре выдают желаемое за действительное, и что эти монеты не доказывают ровным счетом ничего. Вдобавок, до сих пор неизвестно точное происхождение находки и ее возраст, хотя она вполне может быть связана и с Древним Египтом. Если монеты действительно древнеегипетские и на них изображены не люди, то они вполне могут свидетельствовать об инопланетном влиянии на развитие Египта. Необычная мумия По данным археологов, отлично сохранившаяся мумия инопланетного существа находилась в потайной комнате, расположенной недалеко от усыпальницы фараона Сенусерта II. Загадочная мумия даже получила имя Асирунет, то есть советник фараона. Согласно описаниям, анатомо-физиологические характеристики предполагаемого инопланетянина не позволяют причислить его ни к пигмеям, ни к карликам. Неправильная форма тела и огромная голова с очень крупными глазницами. Также археологи отметили, что на стенах усыпальницы, в которой покоятся останки загадочного существа, были найдены надписи, гласящие, что здесь похоронен советник фараона, имя которого в переводе означает «звезда». Внимание ученых привлекло и убранство комнаты, странные объекты, назначение и происхождение которых предстоит еще выяснить. Согласно одной из версий, инопланетянин, останки которого были найдены в египетской пирамиде, прибыл на Землю с Марса, где когда-то могла существовать жизнь. Но точно ответ на вопрос о происхождении данного существа ученые дать пока не могут. Удивительное происхождение пирамид Гизы Согласно расчетам ученых, три главные пирамиды связаны друг с другом. Их расположение, углы наклона, проектная высота были выбраны сознательно, с особым смыслом. Современные исследователи показали еще более интригующие результаты. Величина, размеры, взаимное расположение друг от друга, сфинкса и трех пирамид отражает аналогичные взаимоотношения Марса, Земли, Венеры и Солнца. Более углубленный анализ показал, что создатели пирамид удивительным образом связали комплекс пирамид Гизы с лицом Сидонии и пирамидами на Марсе. Также пирамиды Гизы идеально совпадают с расположением звезд в поясе Ориона. Даже размеры пирамид можно соотнести с яркостью этих звезд. Пирамиды находятся на почти идеальной линии с северным магнитным полюсом. Совпадение? Задумайтесь еще раз. Такое расположение пирамид потребовало бы огромных знаний в области науки, геометрии и астрономии. Как и где древняя цивилизация получила такие знания? Фараон Эхнатон. А как же без фараонов? Некоторые из них выглядели весьма подозрительно в этом смысле. Особенно Эхнатон, вероятный отец знаменитого Тутанхамона и муж не менее знаменитой Нефертити. Жил бы он сейчас, сделал бы потрясающую карьеру в Голливуде. Мог бы без грима играть инопланетянина. Вытянутое лицо с измененным выражением. Череп яйцом. Затылочная часть сильно оттянута назад. Вместимость этого черепа в полтора раза больше, чем у обычных людей. Пальцы словно паучьи лапы. Ступни как ласты. Огромная жирная задница. И женская грудь. Так изображали Эхнатона и его современники. И вроде бы не искажали действительности. Останки фараона, обнаруженные еще в 1907 году, оказались сильно поврежденными. Ученые до сих пор не на все 100% уверены, в самом ли деле они принадлежат Эхнатону. Но более-менее сохранившийся в саркофаге череп выглядел достаточно причудливо для человека. Огромным загнутым яйцом. Тулипапирус. Старейшим задокументированным свидетельством контакта человечества с НЛО предположительно является Тулипапирус. Представляющий собой перевод древнеегипетского папируса. Сделан он был в 1933 году директором египетского отделения Ватиканского музея Альберто Тули во время его визита в Каир. В переведенном папирусе имеются записи о фараоне Тутмосе III, который правил с 1504 по 1450 годы до н.э. Если верить этому древнему артефакту, то явление НЛО произошло в 1480 году до н.э. В папирусе Тули описывается сошедший с небес божественный огненный диск, который не издавал никаких звуков. Размеры диска были 5 метров в длину и 5 метров в ширину. Увидевшие удивительное небесное тело преклонились перед огнем и сообщили о нем фараону. Тутмос приказал наблюдать за божественным диском, а сам погрузился в раздумья о невероятном событии. Через несколько дней на небе появилось уже несколько таких дисков, которые, по словам летописцев, сияли ярче самого солнца. После того, как объекты поднялись высоко в небо и исчезли из вида, на землю упали рыбы и разные летучие создания, что было воспринято как гнев бога Амон-Ра. Фараон велел книжникам записать о небесном свечении в своих хрониках. Иероглифы на космических кораблях Еще одной невероятной сенсацией, свидетельствующей в пользу общения древних египтян с инопланетянами, стали иероглифы, обнаруженные на корпусе НЛО, разбившегося в Розуэлле, и в районе Редленшемского леса. Символы, нанесенные на неизвестное судно, предположительно найденное в Розуэлле в 1947 году, практически совпадают с надписьми «С мест аварии в Редленшеме» в 1980 году. В частности, и на обломках НЛО в США, и на месте крушения в Великобритании присутствовал рисунок треугольника с двумя кругами. Почему два неопознанных летательных аппарата, разбившихся с разницей в 33 года, помечены практически одним и тем же древним символом? Если бы власти соответствующих стран обнародовали всю информацию, связанную с этими инцидентами, и символы оказались бы на самом деле абсолютно одинаковыми, это доказывало бы, что древние египтяне были связаны с инопланетной формой жизни. Древние артефакты Петри Печально, что знаменитый египтолог нашел окончательное доказательство внеземной жизни лишь перед самой своей смертью в 1942 году. Но вместо того, чтобы обнародовать свое открытие, он по каким-то причинам решил спрятать артефакты в своем доме. Теперь же, как сообщают разные источники, все эти сокровища вместе с другими открытиями, противоречащими официальной истории, взял на хранение музея Рокфеллера, с тем, чтобы навсегда скрыть их от человечества. Древние египетские артефакты, которые хранились в доме Петри в Иерусалиме, показывают прямую связь древних египтян с развитыми внеземными цивилизациями. Среди артефактов, сейчас все они хранятся в музее Рокфеллера, два мумифицированных тела длиной примерно 122 сантиметра. Ходят слухи, что эти мумии могут быть останками инопланетных гостей Земли. Физические особенности этих тел, возможно, указывают на их инопланетную природу. Аномальные скелеты похожи на типичного инопланетянина, удлиненные черепа, большие глазницы, длинные руки. Но мумифицированные останки это еще не все. Среди артефактов были высокотехнологические механические приборы и позолоченный сферический предмет со странными надписями. Высокотехнологические устройства имеют сложный механизм, состоящий из покрытой золотом спиральной трубки и нескольких примыкающих к ней позолоченных шариков и крестов. Может быть, упомянутые артефакты являются частью межзвездного навигационного устройства. Итак, друзья, мы поделились с вами разной информацией из разных источников интернета по поводу Египта и НЛО. Это лишь все теории и догадки разных авторов. Вам же решать, верить в них или нет? Пишите об этом в комментах и увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!